Правительство Казахстана хочет запретить в стране демократический интернет. Власть реально пугает свобода мысли во всемирной паутине. Поэтому уже с прошлого года Нурсултан Абишевич дал распоряжение подвергнуть сеть цензуре. Плоды репрессии сразу заметили и сами пользователи, и правозащитники. В данном случае, если говорить о логике власти в области цензуры интернета, то она, наверное, очень простая. Не дать возможности кому-либо самостоятельно создать, скажем так, СМИ в интернете. Неправительственная организация Freedom House, занимающаяся исследованиями в области политических и гражданских свобод, сделала вывод, что после событий в Жанаузене цензура для Казахстана стала привычным делом. На данный момент под запрет попали практически все оппозиционные СМИ и подобные интернет-порталы. И если раньше цензура в казнете была скрытой и выборочной, то теперь она практически узаконена. Суды все чаще выносят решение о закрытии сайтов. А когда заткнуть рот не удается, то портал попросту блокируют. Блокирование, которое происходит без решения судов, в непубличном пространстве, оно превалирует. Назарбаевские цензоры добрались и до живого журнала, где имел неосторожность высказаться бывший зять Килбасы Рахат Алиев. Участь быть забаненным досталась и популярному Фейсбуку. Аккурат после того, как главный оппозиционер Мухтар Аблязов сообщил о проведении своей конференции. Под запрет попали также все СМИ и порталы, связанные с опальным политиком. Телеканал КАПлюс и вовсе был назван экстремистским. Бывший заместитель редактора еженедельной оппозиционной газеты «Республика» Оксана Макушина заявляет о катастрофической зависимости СМИ от властей. У нас интернета остается такой территорией подконтрольной. Всегда есть человек, который, условно говоря, держит руку на кнопке. И то есть в любой момент он может перекрыть кислород. И то есть к вашему ресурсу может быть доступ только там в обход через задний двор, через анонимайзеры, прокси и так далее. Оппозиционная и некогда популярная в Казахстане газета «Республика» в свое время тоже столкнулась с жестким прессингом со стороны правительства. Властям тогда удалось закрыть издание. Говорить о демократическом строе в стране действительно глупо и смешно. Freedom House, например, вынуждена была констатировать прискорбный факт. При нынешнем управленце о свободе слова в Казахстане, видимо, придется забыть.